Малая Родина Сила России Муниципальный уровень неожиданно выходит на передовую в мыслях и осознании элит. Хотя когда мы говорили брать информацию с земли, мы всегда подразумевали именно этот уровень. Когда муниципальный глава вдруг проигнорирует местного жителя, посетителя, агрария, не захочет или не сможет развивать вверенную ему территорию из-за своего невежества, коррупционных наклонностей, разгильдяйства, очковтирательства или другой какой пассивности. Как правило говорят, что рыба гниет с головы. Грешат на Кремль и Верховного, значит. Мол, Москва все это допускает. Но то, что у тебя света нет или в кране идет коричневая вода или не идет вовсе, Путин с Песковым не виноваты. Даже Собянин тут ни при чем. А виноваты наше невежество, доморощенное коррупционное поведение, мещанство и наплевательский подход. И прежде всего того самого муниципального уровня. Я бы вообще коррупционное поведение муниципалов и любого госслужащего приравнял бы к ЛГБТ. Своровал газ, значит. Оставил людей без инфраструктуры и благ. Ну, негодяи разве. А то у нас с 90-х так повелось. Кланяемся любому жулику, который не весь как заработал свои миллионы и получил блага. Главное же в хоромах живет и ездит на хорошем авто и плюет с высокой башни. На всех. Вот сообщает местный житель из Буйнакска мне, что обещанный водовод Черкей-Буйнакск. Вроде введен, но в домах по-прежнему вода подается по часам. А иногда и раз в сутки. С помпой открывали водовод. Поздравляли друг друга. В воде быть. Быть в воде. Даже ключевым итогом 2023 года называли. Сообщение об устном обращении к члену общественного палаты Республики Дагестан я разместил в своем телеграм-канале. Но вот на меня выходит представитель пресс-службы Буйнакска и сообщает. Цитирую по тексту. Подача воды в город осуществляется стабильно, ежедневно и по часам во все районы города. Что касается круглосуточной подачи воды, то тут вопрос довольно сложный. Десятками лет в городе ничего не менялось. Естественно, инженерные внутренние сети с учетом многих лет обветшали. И при постоянной подаче будут прорывы уже внутри города. Это видно сейчас при подаче воды по графику. Износ сетей составляет более 70%. В связи с этим руководством было принято решение войти в региональную инвестиционную программу по разработке проектно-смертной документации на реконструкцию внутренних сетей водоснабжения города. После завершения первого этапа будет стоять задача по вхождению в федеральную программу чистая вода. В настоящее время администрация города заключила договор по обследованию внутренних сетей водоснабжения города с ООО «Югпроектстрой». После уже замены внутренних сетей будет рассматриваться возможность подачи воды в город на постоянной основе. Быстро среагировали. Молодцы. Сейчас быстрота реакции радует. Но дальше что? И при этом ничего обещать не нужно людям. Если есть тонкие места и риски, загвоздки и шероховатости, обо всем надо прямо хотя бы общественным активистам говорить. Надеюсь, в старой столице Дагестана есть таковые. На форуме был презентован единый портал для муниципальных служащих – муниципалитеты.рф, который предлагает сервисы и материалы для представителей муниципального сообщества, позволяет быть в тренде. Вот здесь размещен рейтинг городов, и мне стало любопытно, в каком же состоянии наша столица, мой любимый город Махачкала. Из 11 индексов по 7 мы отстаем по среднероссийским показателям. Особенно удручают позиции по благоустройству, образованию и общественной активности. Они непозволительно низкие. Есть куда расти. Если бы был там еще индекс теневой экономики и дикого самостроя, то равных Махачкале не было бы. Так в чем же сила, брат? Сила России. У каждого из муниципалов есть свое мнение по этому поводу. Ну а главная сила, безусловно, это единство и консолидация. Иногда вопреки этническим, идейно-политическим и социальным различиям. На историческом витке, когда нас хотят расколоть и закладывают под эти задачи, миллионы и миллионы гривен и долларов, единство и только единство. А следом инициативность, любовь к своей малой и большой родине, патриотизм. Сейчас в России, а не только в Дагестане, время заглядывать в себя и находить внутренние ресурсы. Они начинаются на низовом уровне. Если муниципал не найдет инвестиционные площадки, туристические возможности, агропотенциал у себя под боком, из Москвы никто не приедет ему эти возможности показывать. Может и приедут, но это будет совсем другая история. Всегда в потенциале регионов, субъекта, федерации нужно видеть интерес местных людей. На неделе прошло первое в этом году заседание Общественного совета при Минэкономике Республики. Был в числе приглашенных. Интересный доклад об экономической безопасности представила заведующая кафедры ДГУ, доктор экономических наук Мадина Магомедова. Эксперты наблюдают серьезный пробел в социально-экономическом развитии Республики. Мы на последних 80-х местах в российском рейтинге субъекта федерации раздуты две агломерации. На Хачкалинске Каспийская и следом Дербенская. Приморье развивается, а горы, горы пустеют, а внутренняя эмиграция покоряет столицу. Все дороги ведут в Рим. И сейчас всем нам надо думать, как помимо туризма поднимать депрессивные муниципалитеты. В 22-23 годах развитие садоводства по горной госпрограмме не дало результата. По информации с мест, саженцы замерзли или не прижились. Необходимо контролировать и своевременно принимать меры. Нам нужны сады, а не освоение и так нехватающих средств, считает председатель общественного совета Минека, профессор Шахмардан Мудуев. Местные инициативы не раскачали. Гранты плохо берут, чего-то побаиваются. Недоверие к хокумату. Опять муниципальный уровень ждет указки сверху. Надо самим брать, а самим. У нас в Дагестане с людьми особенно часто и плотно надо общаться. Включать медиативные технологии. Учитывать особенности этнические, ментальные. У всех районов есть потенциал. У всех. Надо просто его разглядеть. Мотивацию надо поднимать. Есть пассионарные руководители районов, которые делом чести считают поиск новых решений. А не просто просиживать кресла. Кто-то добрый, открыт народу. Кто-то пытается сделать лучше, чем сосед. Соревнуйтесь в благом, товарищи. Хотелось бы выделить Кайкенский, Ботлевский, Акушинский, Лелинский район Махачкале. Наверняка заряженных глав больше. Не всех я знаю. Кстати, и в плане оцифровки, и вывода из тени. Задача серьезная, особенно для городов. Туризм, ремесла, цифровизация, поиск инициативных людей, помощь фермерам и подсобникам, самозанятым и просто общественным активистам. Активизируйте их, братья, в своей общественной палаты. Не бойтесь критики. И да поможет вам Господь при условии, что вы пришли служить народу. Оставайтесь с ним. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова